Главные стройки столицы проинспектировала специальная комиссия. В ее состав пошли представители органов власти и депутаты. Проверяющие прежде всего оценили новый подход к возведению социальных объектов и жилых домов. Механический цех будет производиться обеззараженной воды и потом пойдет на сброс. Геннадий Маньзе показывает емкости, предназначенные для очистки стоков. Здесь практически все готово к запуску четырехступенчатой системы фильтрации канализационных жидкостей. Технология довольно простая. Стоки привозятся сюда санизаторскими машинами, направляются на насосную станцию. Оттуда в емкости с биологическими фильтрами и так называемыми песколовками. Вот вы представляете, сколько у нас идет отходов, которые сливают чисто в реку. А так она будет вода, ну я не скажу, что на 100%, но процентов на 80, на 90 она будет очищаться. Лаборатория будет контролировать стоки этой воды, будет брать постоянно пробу, смотреть, какая вода положена выходить отсюда. И эти 5-10% уже сама природа будет обрабатывать. Вот так она будет почти чистая. Масштабный рейд по стройкам не случайно начали с этого объекта. А очистные сооружения в поселке Искатели – списки долгостроев. К их возведению приступили в 2013-м. Сдать очистные сооружения фирмы «Спинекс» должна была еще в октябре 2015-го. Опоздали почти на два года. По ряд объективных и субъективных причин, каких именно, заказчики не пояснили. Есть ряд моментов, которые сроки эти задерживают. Но, тем не менее, подрядная организация, как я сказал, уже в июне должна выйти на пусконаладочная работа на холостом ходу уже. Осмотрев долгострой, проверяющие направляются на еще один искательский объект. 33-х квартирный дом в районе Тиманской. Его возвели всего за год. Многоэтажка предназначена для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Срок сдачи – апрель этого года. И здесь подрядчики все сделали вовремя. Документы издавны, объект готов к сдаче. Ну, что больше, ждем разрешения на акт ввода. Такие короткие сроки возведения – результат абсолютно другого подхода к приобретению нового жилья. Если раньше большую часть средств, заложенных в программу по переселению из ветхого жилфонда, перечисляли подрядчику после заключения контракта, то теперь деньги застройщик получает только после полной сдачи объекта. Здесь реализованы принципиальные подходы к строительству. Мы приобретаем не в процессе строительства, как было раньше, а здесь именно уже как долевое участие в строительстве. Именно приобретаем готовый продукт уже квартира. А это уже новый микрорайон авиаторов – здание будущего детского сада. Сейчас строители ведут монтаж проводки, установку системы вентиляции и отделочные работы. Подрядчик заверяет – к сентябрю этого года детский сад на 220 мест будет готов к сдаче в эксплуатацию. Строительство дошкольного учреждения идет по графику. Новый сад для малышей возводится с привлечением федеральных средств. Только в этом году государство выделило 110 миллионов рублей. Еще почти 162 миллиона предусмотрены на строительство нового здания третьей школы, также в микрорайоне авиаторов. Почему нам важно вводить квадратные метры? Я уже говорил, когда мы передвигались, о том, что сегодня федерация настаивает на комплексном подходе. Квадратный метр жилья сдал, получи возможность на софинансирование объекта социальной инфраструктуры, в данном случае детский сад и школа. Поэтому чем больше мы сдадим метров в этом году в районе авиаторов, тем больше мы в следующем году получим на продолжение строительство школы на авиаторах. Все взаимосвязано. Такими быстрыми темпами новый сад для малышей удается возводить отчасти за счет того, что струематериалы закупаются на местном заводе металлоконструкции. Специалисты подчеркивают, многолетний опыт возведения жилых и социальных объектов показал, завоз струематериала с большой земли для Ненецкого округа – вариант не совсем подходящий. Подрядчики напрямую зависели от навигации, ведь завоз необходимых материалов производился преимущественно летом. Теперь большинство строительных конструкций делают прямо в Наринмаре на недавно созданном заводе «Заполярье». Здесь изначально другой подход. Мы не будем субсидировать это предприятие. Наша задача – изменить весь строительный цикл таким образом, чтобы вся эта цепочка совершенно спокойно себя окупала. И сегодня у нас это получается. Он сегодня работает, загружен на полтора года. Завод железобетонных изделий «Заполярье» меньше чем за год уже изготовил сваи для здания новой третьей школы, бетонные плиты для дорог и тротуаров. Один из самых крупных заказов завод получил на изготовление конструкций для возведения семиэтажного дома. Его построят тоже в новом квартале авиаторов. Кстати, семь из десяти секций планируют подготовить к сдаче уже в этом году. Илья Сахаров, Александр Дуркин, Телеканал Север.